добрый день добрый день дорогие девы добро пожаловать на мой канал и в этом видео я расскажу ваш гороскоп на 2025 год да дорогие присаживайтесь поудобнее у нас с вами час времени включайте vpn если у вас есть сложности с просмотром этого видео и не обращайте внимание на трудности которые случаются с нами в этот период времени потому что ребята скажу так что 2025 год это год который внесет очень много изменений в жизнь дев до будут и сложные моменты и моменты которые дают возможности для легких моментов радостных моментов ни в коем случае не говорю что будет все только плохо нет но каким-то девам каким как и какой-то декады необходимо будет все таки потрудиться больше чем обычно это не говорит о том что как говорится мы люди плохие это говорит о том что просто в жизни пора что-то менять но мы люди не очень-то любим изменения мы любим жить так как мы жили мы любим стабильность а девы это вообще стабильный знак который любит стабильно приятно стабильно красиво стабильно нормально без всяких эмоциональных качелей в том числе поэтому дорогие девы я здесь вас прекрасно понимаю но все-таки 2025 приходит к нам ко всем для того чтобы нас взбодрить но будем бодриться правильно будем выбирать правильный момент для того чтобы бодриться идти вперед для того чтобы преодолевать трудности максимально комфортно и максимально адекватно я это так хочу сказать ну что готовы я начинаю 2025 начинается с очень важного и мощного события для дев 12 января 2025 у нас кармические узлы меняют знак то есть ось овна весов переходит в знак рыбы девы да дорогие девы и эта история однозначно ваша то есть с этого периода времени и на полтора года то есть это 2025 и первая половина условно первая половина 2026 да здесь будет история того что южно кармический узел будет потихонечку проходить по всем солнышком в ваших транзитных картах здесь история того что где-то придется я бы так сказала отступиться от своей гордыни не не на все полтора года нет конечно сначала начнется с дев с третьей декады да то есть 2025 год это однозначно история дев третьей декады и история дев второй декады 2026 году эта история придет где вам первой декады поэтому здесь ребята понимаете сразу расскажу про декады первая декада дев это те кто родился в августе те кто родился с 1 по 10 сентября это девы второй декады те кто родился с 11 сентября и до конца периода знака зодиака девы это третья декада дев вот такая градация вот такое различие поэтому для того чтобы четко прям понимать кому я в этот момент времени обращаюсь каких дев по большей части зацепят определенные события сильнее какая декада дев будет проживать эти эмоции гораздо сильнее у кого будет попроще поэтому здесь история конечно же что у всех все индивидуально и я еще раз говорю что ребята это общий гороскоп точный день в день события день в день я говорю в личных прогнозах на консультациях здесь я говорю общий гороскоп и я надеюсь что вы понимаете что у нас на планете 700 800 миллионов дев все разного времени рождения места рождения разные даты рождения разных возрастов и девов 20 лет и девов 40 лет это совершенно разные люди это совершенно разный жизненный опыт накопленный опыт пройденные ошибки я надеюсь вы взрослые люди это все понимаете идем ребята дальше но просто потому что дева это интеллектуальный знак и здесь история конечно же про то что нужно в иллюзиях вот этих вот не пребывать кстати 2025 год для дев будет как раз таки тем моментом в жизни когда нужно будет пересмотреть свою точку зрения на более я бы так сказала на невозможно то есть дева это очень активный практичный знак зодиака да умный знак зодиака интеллектуальный знак зодиака который любит все просчитывать для того чтобы не впасть в просаг скажу так что 2025 2026 первая половина для дев будут как осознание того что не просто нужно включать рациональную часть своего мышления но еще и интуитивно то есть необходимо конечно очень сильно хорошо начать смотреть более глобально позволить себе подумать даже может помечтать о том чтобы вам хотелось при этом я скажу что этот момент времени для дев который начнется с весны 25 будет еще и отрезком времени когда получится очень хорошо разобраться в своих страхах и эта история очень сильная мощная да то есть я вообще скажу что для дев 2025 будет началом продуктивного мощного активного периода если вы мне скажете что у вас и так последний год-два все разваливается но особенно мне это могут сказать и девы третьей декады и я ребят прекрасно вас пойму потому что последний год у вас находится и сатурн и нептун в оппозиции ваших транзитных картах солнцу да и эта история когда приходится пахать приходится эмоционально переживать сложные события а внутреннего ресурса на это нет и здесь история я вам скажу что не сдавайтесь будет хорошо но для этого нужно потрудиться да и эмоционально и физически в том числе но физически больше будет зависеть от эмоций ну что ребят кармичный год начинается с 2025 с самого начала января плюсом у нас еще еще 2025 начинается с ретроградного марса ретроградный марс будет в раке с первой недели января и эта история скажу что будет хорошо на самом деле отыгрываться у дев затронет очень сильно вот этот ретроградный марс дев третьей декады не скажу что как-то будет очень сильно ужасно кошмарно нет девы третьей декады прочувствуют вот эту историю продуктивную на самом-то деле в январе девы второй декады прочувствуют эту историю феврале 2025 здесь история конечно внутренней организации внутренних мироощущений внутренней на состоянии не просто я бы сказала такой деятельности активности борьбы здесь бы хорошо найти внутреннюю коммуникацию в семье до внутри семьи внутри личных отношений тогда получится очень хорошо здесь я бы так сказала и январь и февраль для дев будет складываться с точки зрения навести порядок дома именно эмоциональный контакт построить с близкими в работе же и в карьере но где во второй декады январь и февраль 2025 года будут в прямом смысле трудиться будет ощущение того что нужно делать то что не совсем нравится здесь еще будет накладываться ретроградный марс и будет ощущение что как-то дела не идут быстро дела не идут быстро но если эмоциональный фон у вас будет хороший то есть если вы настроите себя не просто на оголдела оптимизм да а именно с точки зрения своих эмоций что несмотря на то что все трудности в жизни случаются они для чего-то нужны на самом-то деле здесь еще и квадратура юпитера я бы так сказала начало то 2025 у дев второй декады достаточно сложновато потому что здесь еще и юпитер будет в квадратуре до к солнцу будет ощущение что я такой вот наполеон а сатурн в оппозиции будет говорить ну ты вообще ни разу не наполеон надо бы как-то вот потрудиться и попахать гораздо сильнее и вот это несостыковка желание действий будет очень сильно самом деле разрушать поэтому здесь я еще раз говорю про то что очень важен эмоциональный фон как вы эмоционально себя будете держать так и случится этот период потому что здесь необходимо необходимо отнестись к себе я бы так сказала с пониманием что все не бывает сразу конечно же а вам будет казаться что у всех все быстро у всех все классно и качественно и продуктивно это я по большей части говорю девам 2 декады у дев 3 декады здесь нептун будет уже вот вот он доходит я бы так сказала да уже по рыбам последние градусы да здесь такое эмоциональное состояние ну когда же уже это все закончится когда вот это уже все уйдет да поэтому здесь больше всего конечно же штормить и колбасить зимой 25 будет дев 2 декады девы 1 декады я скажу что здесь будет попроще такая энергия здесь не будет столько мощи силы напряженки борьбы действий вам захочется больше отдохнуть как-то напитаться расслабиться в этот период хорошо отдыхаете ребят на кто-то же должен отдыхать как говорится кто-то отдыхает кто-то работает трудится что-то создает и это нормально да но девы 2 декады вот здесь вам будет казаться что соседа трава зеленее что у всех все получается лучше что они какие-то классные специалисты это будет так казаться просто потому что ваша жизнь на зиму 25 будет состоять будет состоять с трудности и так она есть это такой сложный период который необходимо пройти спасет в этом периоде наша нелюбовь нежелание к планам то есть нужно составить вот план и сделать его просто сделать ради того чтобы сделать то есть в смысле завершить эти дела в прямом смысле прекрасное удачное время для расхламления наведения порядка избавление от старого очень хорошее для этого время для дев 2 декады для того чтобы максимально пережить этот штормовой период но который будет такой накладываться сложность на сложность до девы 3 декады здесь конечно же нептун будет давать такую депрессивную составляющую ничего не хочется мне все лень но уран который докатывается вообще скажу что девам 3 декады уран еще будет очень сильно классно помогать то есть уран докатывается по тельцу и делает классный трин еще до 7 июля 2025 поэтому здесь у вас ребят убирайте вот это депрессивное состояние включайте вот это свое желание делать мощно глобально творить создавать нацеленность на будущее на результат на новые неординарные проекты и тогда на самом-то деле получится хорошо это касается где в 3 декады и тогда даже начало года у вас будет очень хорошая очень продуктивно может зависнуть эта история на конец января начало первой недели февраля просто потому что ретроградный уран будет разворачиваться и история связана с проектами будущего может остановиться а у кого-то даже не остановится если у вас такие же мощные коллеги в работе у кого уран работает точно так же что вы с напряженным ураном всю жизнь живете и его вот смена фазы остановка до из ретрограда и уход в директ здесь история про то что наоборот вы в этот момент внедрите нечто новое так много настолько много потому что ощущение что будет шарашить движуха делать создавать и что-то мощное прямо сейчас нужно прямо сейчас иначе мы не успеем это будет у дев 3 декады это очень классное ощущение это счета история когда мы не можем спать потому что нам хочется много чего сделать реализовать поэтому делайте реализуйте ребята у вас на это еще я вот так сказал полгодика первая половина 2025 львов то девы 2 декады здесь конечно же будет сложно и останавливайте себя от мысли что вы плохой специалист что вы ужасный человек что у вас не получается потому что все очень плохо и нужно начать делать как все ребята нет сохраните свою индивидуальность но январь и февраль будут штормить на самом-то деле и здесь не стоит эту историю понимать вас будет нести юпитер это та планета которая вот прям несет и заставляет нас вот нахвастаться выпячивать свое эго что-то из себя показывать но мы на самом деле это из себя не представляем уходит этот транзит и у нас еще не то это что вообще было какое-то помутнение поэтому здесь до сатурном не очень приятно конечно же и да но сатурн по крайней мере дает выполненное действие и результат по итогу этого времени поэтому расхламляйте заканчивайте старые проекты для этого и создана как раз таки зима 2025 и как раз таки с окончанием этой зимы в конце февраля разворачивается марс ретроградный и уходит в директное прямое положение и укатывается к льву но скажу что даже ретроградный марс он даст такое эмоциональное действие в состоянии гармоничное для дев поэтому здесь делу 2 3 декады эмоционально качественно выстраивайте свои действия чтобы эти действия были не с эмоциональным надрывом чтобы это были гармоничные действия и тогда будет складываться все гораздо лучше помните 80 процентов вероятности развития событий за одну то есть зависит от нашего отношения к этим событиям и 20 процентов это всего лишь то вероятность который сто процентов может произойти независимая от нас то есть 80 процентов зависит от нас это я всегда говорю что любое минусовое событие можно эмоциональным своим фоном изменить и она будет гораздо лучше идем дальше март и в принципе весна 2025 начинаются у нас очень бодро и я скажу что эта история очень важная кармично для дев очень важно естественно очень сильно прочувствует эту историю девы 3 декады до дорогие девы здесь кто-то мне скажет ну наконец-то кто-то скажет а сколько еще может трясти но март это начинается сложный эмоциональный подъем почему со 2 марта по 12 апреля у нас на небе ретроградная венера ретроградная венера вовне с которая заканчивает свою ретроградность в апреле в рыбах стоит подумать да с 15 марта по 7 апреля у нас ретроградный меркурий вовне которая начинается вовне заканчивается тоже в рыбах с 14 марта по 29 марта у нас коридор затмений который начинается в рыбах значит имеет прямое влияние на дев 3 декады и заканчивается вовне и 30 31 марта это сейчас мне скажут девы 3 декады 30 31 зависимости от того где вы живете в западном полушарии это еще 30 в восточном это уже 31 да и здесь история того что нептун меняет знак нептун переходит из рыб переходит вовна и перестает больше эмоционально штормить вводить в депрессивное состояние дев 3 декады здесь аплодисменты радости счастья здесь я бы так сказала история которая на полгода сложится более менее отлично потому что у нас нептун будет находиться вовне до 22 октября до ребятам потом опять вернется уже буквально на несколько месяцев и эта история который мы конечно же вернемся чтобы пережить непережитые события но все-таки я вас прошу постараться максимально сложно уместить все свои сложные депрессивные состояния как раз таки до вот марта 2025 года для чего так да для того чтобы потом все это случилось хорошо потому что у нас еще меняет знак лилит в этот момент с коридором затмений как раз таки когда вот он заканчивается под конец коридор затмения у нас лилит переходит из весов в скорпиона и это на самом деле та история которая будет складываться влиять очень позитивно на дев поэтому здесь мои дорогие любимые девы вот все те кто страдал все те кто писал и говорил но когда же закончится этот сложный период времени скажу так что начинается более интересный и интенсивный период времени начинается он с конца марта он не начинается в один день все события в нашей жизни они никогда не начинаются в один день у всего есть какой-то пролог да то есть мы каждому событию сначала приходим мысленно потом мы начинаем это обдумывать потом мы создаем себе почву для действий действуем и у каждого из нас на это уходит свой определенный период времени нет каких-то зримых я бы так сказала и четких периодов для того что всем нужно делать так нет даже у каждой девы именно свой внутренний ресурс выделен на определенный период длительный он или короткий это идет все только от нас потому что мы все с разным набором планет понимаете и здесь у каждого своя определенная конечно же сохраняется цикличность на общее до на всех дев но в принципе даже девы 1 2 или 3 декады по-разному проживают определенные события так вот в марте 2025 очень сильно мощно эту историю я бы сказала прочувствуют девы 3 декады то есть коридор затмений ретроградность планет мировые глобальные события сейчас про это все вот это расскажу потому что у нас весна 25 конец марта начало апреля и первая половина это очень сложный эмоциональный фон штормить будет всех много глобальных событий изменений если говорить про глобально то нептун меняющий знак в конце коридора затмения нептун планета связаны с эмоциями с глобальными эмоциями это планет связаны с климатом с миграцией с переселением если это связано с медициной естественно в том числе с нашим психическим здоровьем это все те истории которые мы любим прятать в потаенных историях своей души и себе не признаваться у дев эта история очень часто проигрывается на здоровье потому что все не реализованы истории связаны с не реализованным нашим потенциалом наши мысли и желания которые мы не даем материальное основание то есть мы не реализуем это у дев уходит в здоровье в тело и как правило это вот те болячки накоплены в течение жизни то есть если вы к моменту вот этого времени весны 25 накопили очень много чего отложили в себе не реализованного настолько будь то это лишний вес либо болячки либо на какое-то депрессивное состояние просто вытаскивайте вот это все не просто так у нас вот этот коридор затмений заканчивается таким мощным сдвигом вообще в глобальном плане нептун меняющий знак это изменение в климате то есть все то что было вот так вот тихо и спокойно последние несколько десятилетий сейчас переходит в активную фазу потому что нептун вовне это всегда быстрота эта скорость порой мы даже не можем принять очень быстрое решение и все происходит настолько быстро что мы не можем этой ситуации владеть до переселение миграция людей начнется еще быстрее и активнее если раньше это как-то было медленно спокойно то двадцать пятом году это начнется очень сильно быстро изменение климата наводнение извержение либо засуха в общем те территории которые находятся с водой будут рядом с водой будут претерпевать очень сильные изменения здесь ребят просто подготовьте документы если вдруг вам придется срочно переехать в этот момент времени потому что истории связаны с изменением климата активно начнут случаться с нами повсеместно с как раз таки с конца марта 2025 это не говорит о том что мы люди плохие это говорит о том что даже у природы есть чувства и эмоции и здесь история того что эту мысль нужно будет просто пережить осознать и начать действовать активно вообще на самом-то деле этот период коридора затмений мартовского да будет более осмысленным что ли да то есть много событий если разложить ретроградность планет то ретроградная венера волне это всегда истории с бывшими это всегда история отношений в которых мы что-то не прошли не уяснили хотим вернуться обратно но по завершению ретроградности этой планеты как обычно придет мысль что мы наигрались что мы наигрались потому что уже в апреле венера перейдет уже даже в конце последних числах марта ретроградная венера перейдет обратно в рыб и здесь будет ощущение того что зря мы все-таки вошли обратно в эту реку да то есть будет внутреннее ощущение досады депрессивного вот такого состояния словно мы потратили время ретроградный меркурий вовне начнется вовне закончится тоже в рыбах и эту историю прочувствует очень сильно опять-таки девы третьей декады про что ретроградный меркурий вовне это оратор это тот кто выступает на публике хочется себя заявить на обычном в обычной жизни хочется поспорить доказать доказать своим близким что кто-то неправ а я молодец закончится ретроградность меркурия тоже в рыбах когда мы будем осознавать что же мы такого сделали и как нам хочется изменить переделать чтобы этого не было впредь то есть момент ретроградности планет в марте в апреле эта история про то что можно натворить очень много дел можно испортить отношения можно выйти из отношений войти в старые в прошлое понять что в прошлом уже все не так как хотелось мы изменились и мы вообще поняли осознали для чего мы были в прошлом и для чего у нас новые отношения такая история постарайтесь как можно меньше жизней задеть в этот период времени в плане того что если вы будете менять жизни людей задействованы в ваших историях другие люди старайтесь их по меньшей мере не сильно ранить потому что эта история вот все что будет случаться в марте мы будем осознавать в апреле и хотелось бы конечно чтобы эти истории не были трагичные эмоциональные какие-то очень сильные которые вас тормознут на очень большой период времени вот эта остановка на самом деле и пребывание вот в этих флегматичных милых наличных историях на самом-то деле дорогие девы будут вас очень сильно останавливать поэтому здесь постарайтесь постарайтесь и я бы сказала меньше наломать дров в марте понимаете всю серьезную ситуацию потому что там все-таки будет сатурн соединений и он будет давать вот это заземление серьезной ситуации ощущение того что все не просто так и возможно сейчас схождение с того пути в который вы идете вам повредит но при этом при этом получится прекрасно начать заглядывать в свои страхи решать те истории которые не решались ранее придет это активность действия мощь и это все начнется уже с апреля да то есть первую вторую недельку еще будет ретроградность венеры и меркурия и уже вторая половина апреля она будет гораздо гораздо активнее гораздо гораздо более мощная яркая с осознаниями да потому что девы третьей декады почувствуют как раз таки вот эту легкость нептун ушел нептун поменял знак он сместил свое все сад этой активности движения вовна и здесь история того что девы почувствует уход вот этой вот депрессии уход вот этого ленного состояния ничего не хочется делать да здесь кармические узлы будут давать задачки в жизни которые будут случаться на самом-то деле ну я скажу очень хорошо и позитивный ребят но но у нас здесь марс который я бы так сказала концу апреля он вот в апреле будет катиться еще по раку и уже концу апреля перейдет в во льва здесь история того что нужно очень сильно своих страхах прям понимать разбираться потому что захочется вот это вот желание высказаться проявить себя очень мощно сильно но множество будет сделано под давлением внутренних страхов захочется как бы перебороть эту историю да но история это будет настолько мощная глобальная что может поменять ваше общение не просто с близкими да но и с теми людьми с кем вы активно общаетесь по жизни регулярно да и здесь можно на самом-то деле нарубить дров поругаться из-за своего эго из-за своей гордыни поэтому здесь постарайтесь 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 все-таки активность планет на вот применить в свое русло быть более экологичными быть более сговорчивыми быть более я бы так сказала коммуникабельным для того чтобы иметь вот этот контакт с людьми да не прятаться в себе потому что все таки меркурий он уже в конце апреля он уже все точно вовне уже и венера под ну поначалу мая уже перейдет тоже перейдет тоже вовна и эта история более дерзкая более активно и не будет такого отягощения у дев скажу так что девы 3 декады будут чувствовать максимально я бы так сказала напряжение да это после коридора затмений будет еще и юпитер перейдет в третью декаду близнецов и здесь будет история того что захочется максимально себя выпечить максимально показать кто я прихвастнуть своим результатом который на деле гораздо скромнее да поэтому здесь постарайтесь не испортить отношения с людьми да и эта история для дев будет складываться еще и апрель для дев третьей декады очень сложно такой ответственный момент апрель май и июнь пока юпитер не поменяет знак и не выйдет с близнецов врага и вот тогда начнется очень классный интересный более радостный момент как раз таки для вот где в третьей декады а пока сложность а пока хочется вот так вот вспылить но при этом до июля это очень хороший момент внедрить вот все то что я говорила связано с ураном все то что нацелено на будущее и здесь вот такая история что вроде как истории то внедрить и реализоваться много но есть момент своими действиями это все испортить поэтому здесь будьте экологичны не распыляйтесь адекватно оценивайте ситуацию свои отношения с людьми и тогда все получится в работе очень хорошо кстати на фоне юпитера всегда есть ощущение и желание испортить отношения не просто с близкими до дома вообще со всеми потому что ощущение того что вам все наказывают навязывают свою точку зрения все наказывают как надо жить и вот эта история будет внутренне такая противоречивая поэтому здесь девы третьей декады после коридора затмения будет конечно же юпитер штормить но ненадолго 10 июня юпитер поменяет знак и будет хорошо при этом здесь у нас в мае мая 2025 у нас уходит в ретроградное движение плутон первая неделя мая из 3 мая по 13 октября ретроградный плутон будет идти по водолею прекрасно себе отлично идти делать надев это не будет влиять очень как-то сильно сложно мощно ужасно с переживаниями но эта история если вашей натальной карте сильный плутон мощный напряженный то здесь история того что нужно подниматься на новый уровень на новый уровень в бизнесе на новый уровень в работе в карьере построение своей вот силы для достижения карьеры да то есть свои амбиции связаны с финансами плутон у нас отвечает за глобальные процессы за большие деньги за силу мощь продвижения в бизнесе поэтому здесь история на пять месяцев как раз таки об этом подумать задуматься почему вы туда не идете почему не становитесь бизнесменом не реализуете свои личные качества особенно эта история очень мощная и интересная для дев третьей декады потому что как раз таки кармический узел то будет давать уроки и спрашивать почему почему на месте сидим и здесь конечно же вот эту историю нужно подумать в конце мая 25 25 25 05 2025 у нас сатурн начинает отпускать дев третьей декады то есть перестает быть ощущение что она заставляет что-то делать то что нам не нравится и сатурн переходит вовна до девы третьей декады вздыхают уходит такой чрезмерный контроль и нападки но я так скажу что мая будет самым сложным пожалуй периодом для дев третьей декады потому что здесь история того что последний последний период как раз таки сатурна да то есть последние его градусы эта история всегда максимально сложная когда мы максимально доделываем мужа максимально устали этот период уже вымотал нас лон ребят он закончится и июнь будет уже совершенно другой да вот я бы так сказала такая будет весна 2025 года для дев здесь история того что нужно браться масштабно и активно за свою жизнь максимально доделывать все сложные дела максимально сложные и прошлые дела до максимально стараться внедрять как можно больше нового при этом не поругаться с близкими с коллегами с партнерами а соблазн будет велик в общем вы мне скажете женя что так сложно то ребят на самом деле сложно но не невозможно потом вы оцените всю прелесть этого периода но позже как обычно мы всегда приходим и осознаем к этому позже и говорим вот таким сложным моментом которые на самом то деле а продуктивные демы поднимутся в этом моменте до на весной 25 на совершенно другой уровень благодаря своему трудолюбию и усердию я дорогие девы вас верю иначе вы бы не были девами идем дальше июнь 2025 года здесь у нас юпитер меняет знак уходит вот это ощущение оголделости что мы вот нас несет что у нас состояние того что мы готовы со всеми поругаться доказать свою точку зрения 10 июня юпитер меняет знак он переходит в рака и начинает очень классно помогать девам и начинается вот этот фарт счастья и удача как мне всегда спрашивают девам первой декады поэтому вы мне спросите жень когда все это вообще все это делать внедрять реализовывать я скажу что девам первой декады с 10 июня будет становиться хорошо но идем дальше ребят девы 2 декады сдвиг юпитера особо не почувствует почувствует это только в осенью девы 3 декады почувствуют только к зиме 25 26 года вот эту историю юпитера да на самом-то деле браки и это не хорошо не плохо просто у каждого я бы так сказала персонажа да есть свой определенный период когда ему хорошо и идем дальше у нас очень сильный мощный и активный месяц июль июль 2025 у нас одно из сложных событий я скажу так это уран меняет знак 7 07 7 июля уран меняет знак переходит со стабильных тельцов в активный информационный постоянно надвижен на вот вот постоянно передвижение энергии знаний коммуникации вообще в принципе до близнецы это такой активный гораздо таки знак воздушный до абсолютно не приземленный как девы да при этом у вас один управитель но движение здесь по-разному если девы это знак зодиака который все знания используют для продуктивной работы то близнецы вообще нет то есть близнецы продуктивность это вообще не про них но уран у нас меняет знак переходит в близнецов что будет происходить в этот период времени ну вообще все что связано с информацией с транспортом с коммуникации социальные сети передвижение образование то есть это эти сферы жизни начнут активно изменяться трансформироваться естественно будет строиться нечто новое но для того чтобы построилась нечто новое нужно сначала разрушить старое поэтому будет максимально быстро разрушаться все тоже к чему мы привыкли вот в этих сферах на и будет на базе этого строится новое естественно отпадет спрос появится предложение да и эта история такая достаточно очень эмоционально будет для многих потому что девы это знак который любит стабильность и здесь наступит в информационном плане абсолютная нестабильность да и я скажу что переход урана близнецы сложно мощно повлияет на дев первой декады вот здесь девы первой декады почувствуют сложность эмоциональную сложность того что начнет разрушаться весь старый прошлый уклад связанный с образованием передвижением коммуникации особенно если вы на этом зарабатывали да то здесь необходимо книга и том что нужно вот это вот все разрушить и сидеть и грустить и переживать вообще нет ребят это говорит о том что если начинает раза вы видите начинает разрушаться ваша работа связана например соцсетях либо в коммуникации либо в продажах ну потому что близнецы это еще знак зодиака который активно продает информацию в том числе да если ваша работа связана с этим то необходимо создавать просто что-то новое ребят просто что-то новое создавать а старое начнет отваливаться поэтому имейте это в виду и первые несколько лет будут сложными для дев как раз таки первой декады когда уран поменяет знак стельца на близнецы сложно но не невозможно нужна эта история для того чтобы построить новый фундамент для развития и реализации и если говорить про июль то у нас кроме урана еще есть несколько знаковых событий в этот месяц у нас 5 июля разворачивается в ретроградное движение нептун который напомню в конце марта перешел вовна и сейчас он находится вовне и будет разворачиваться идти обратно в сторону рыб и до до 22 до 22 октября 2025 нептун будет находиться еще в знаке зодиака овна и не оказывать влияние вот этого напряженного депрессивного ленивого надев 3 декады но уже конечно в октябре это ощущение будет приходить внутренне что что-то грядет что вот опять силы активность действия она как-то немножко покидают поэтому здесь есть запас времени да все что связано с нептуном первой неделе июля остановится то здесь эмоции дела все что связано с проектами творческими музыкальными такими более глобальными и душевными это все приостановится если же в этот момент вы хотите съездить отдохнуть прекрасно для этого время друзья поэтому подбирайте события под под свою жизнь и следом после того как уран поменяет знак 12 июля у нас ходит в ретроградное движение сатурн и да ребят до начала сентября сатурн будет хоть и в ретроградном движении но находиться еще в овне и эта история того что у дев не будет ощущение что заставляю делать то что не нравится то есть да из сентября месяца до февраля 2026 будет ощущение то есть это тот момент когда сатурн снова войдет в рыбы будет делать оппозицию к солнцу в транзитной карте и будет ощущение такой пахоты то есть это история с сентября по февраль история что как будто мы вернулись назад что-то сделать что мы не успели не выполнили все дела они до расхламились не сделали все то что нам особо не нравится поэтому да придет здесь опять время плана но это чуть позже а летом будет все таки ощущение такое более-менее стабильности легкости то есть дела будут делаться я бы сказала не принуждены ну и собственно еще весь июль и август будет сохраняться история у дев 3 декады когда будет влияние урана несмотря на то что он поменял знак здесь будет еще ощущение новаторство новых идей планов проектов для того чтобы постараться как можно больше что-то нового внедрить поэтому здесь я скажу так что у дев летом 2025 я имею ввиду июль и август да это будет история которая однозначно связана с тем что нужно как можно больше сделать дел новых дел интересных дел которые мы на самом-то деле на самом-то деле мы всегда хотели делать и внедрить но нам что-то не давала не мешал точнее не давала нам раскрыться была какая-то тяжесть эти ситуации которые заставляли нас вместо шага вперед сделать три назад поэтому здесь конечно же летом очень хорошее для это время не скажу что совсем радужно и беззаботно потому что у нас сразу после разворота планеты и смены знака урана с 18 июля по 10 августа у нас ретроградный меркурий да дорогие девы ретроградный меркурий будет во льве и здесь конечно же хорошо пойдет вообще в ретроградный меркурий я всегда говорю нужно делать то что вы делали ранее но не получалось не было настроение не заходило не срабатывал то есть все свои прошлые дела которые не получались начинаете делать в ретро меркурий и они должны сработать должны получиться здесь история обязательно связано с публичной деятельностью потому что ретроградный меркурий во льве это всегда оратор это всегда человек спорщик переговорщик кто-то выходит на первый план не просто вот так вот дерзко по овновски да как вот ретроградный меркурий весной 25 а именно здесь уже больше с таким влиянием с такой властью для того чтобы себя прямо показать такой очень очень даже выгодной и роскошной стороны поэтому здесь ребята действуйте но понимаете ретроградный меркурий в этот период будет еще по крайней мере по крайней мере его я бы так сказала финальная песня да то есть последний отрезок августовский до до 10 августа он будет в оппозиции с плутоном поэтому все идеи действия и деяния ну то есть оказанные вами и сказанные слова они будут очень мощные они могут иметь очень сильно большое давление и очень сильно влиять на людей будьте здесь как можно больше дипломатами потому что в этот момент еще естественно меркурий будет секстили с марсом который перешел весы в начале августа он переходит весы и делает оппозицию как раз таки здесь конфигурация такая очень мощная самом деле очень сильно с плутоном но в оппозиции с сатурном из нептуном то есть взвешивайте каждое свое действие решение будьте дипломатами не пылите чтобы просто выпендриться постарайтесь думать дипломатично для того чтобы выстроить как можно больше связи в этот момент эти связи помогут потом в дальнейшем и осенью и зимой 2025 поэтому здесь ребят сразу хочу сказать период ретроградного меркурия в июле августа 25 не будет сложных он будет для того чтобы как раз таки обрести и связи и контакты выстроить отношения таким образом чтобы эти отношения были продуктивные поэтому здесь я считаю нужно постараться нужно постараться ну и конечно же здесь и июль и август и юпитер который перешел в рака делает прекрасный просто шикарный аспект для дев поэтому ребят для вас период лета 2025 это период активных действий в работе в карьере в знаниях если вы решите что-то обучать изучать поступать куда-то да то есть в что-то серьезное освоить новое заняться какой-нибудь активной ораторской деятельностью публицистика здесь связи здесь активные продажи то есть вся работа деятельность связанные на виду связанные с людьми с коммуникацией с действиями это все только прекрасно все что расширено на повышение вашего социального статуса дорогие девы отличный прекрасный момент для того чтобы расти развиваться достигать делать правда этот момент будет не очень простой в любви но у дев получится вырули потому что венера будет на этот момент в квадрате с сатурном и с нептуном и здесь история того что захочется очароваться там где не надо очаровываться захочется потерпеть там где не надо терпеть здесь такое золотое я бы сказала комбо нужно выбрать до понять что этот период времени он сложный дайте себе время для развития постарайтесь не я бы так сказала не пылить в отношениях не одевать себе там розовые очки и понимаете что вторая половинка покорно ждет пока вы занимаетесь своими делами и да вам этими делами заниматься нужно потому что благоприятный период летом 25 прекрасно для это действие пока нет пока не вернулись сложные аспекты и сатурна и нептуна я бы это так сказала поэтому здесь дайте себе время конечно в работе будет получаться гораздо легче будет прям удача прям вот это вот оптимизм энергии много придет в любви в отношениях будет небольшие сложности но и в то же время эти сложности нужны для осознания того что бывают разные моменты в жизни и не всегда все бывает гладко гладко и этот момент пройдет сентябрь 2025 и осень собственно очень полны на событий и эти события ребята я скажу что для дев они очень важны почему у нас во первых с самого начала сентября с самых первых дней осени у нас сатурн возвращается в рыбы значит делает оппозицию где вам максимально прочувствую девы 3 декады кто родился вот прямо на стыке с весами эта история будет сложное ощущение что нас заставляет опять делать то что мы не хотим жизнь по плану по графику очень много дел которым просто не хотим делать и как можно мощнее задвигаем в дальний угол нет самая лучшая как вот проработка сатурна и чтобы пережить этот период полегче достаем план выписываем все вот эти мерзкие дела которых мы не любим делать и просто их делаем делаем и забываем история сатурном продлится у нас с в рыбах до февраля 2026 поэтому здесь понимаете максимально его фраза ретроградности будет сложная фаза до конца ноября 2025 поэтому вот этот период в ретроградном движении вот он будет самый сложный когда нужно будет доделывать прям резко быстро максимально заканчивать старые дела да не скажу что это хорошо расхлабляемся завязываем со старыми привычками со старыми делами в работе которые не давали нам расти зарабатывать денег набирать нам тот самый социальный статус который мы хотим прощаемся с прошлым вот для этого выделяется это самое время с 5 сентября 25 у нас уходит в ретроградное движение уран который полтора месяца находился ладно почти два в близнецах и он разворачивается и до восьмого и до восьмого я бы так сказала ноября он будет находиться еще в близнецах 8 ноября он перейдет в тельца и значит вот это снова будущее масштаб активность действий вернется где вам 3 декады поэтому мои дорогие активны действуйте разграничиваете себе вот это вот время в сентябре в октябре до для того чтобы вот с сатурном разобраться и опять с ураном начать активно мощно взаимодействовать да и с 7 сентября по 21 7 по 21 сентября 2025 у нас коридор затмений который тоже начинается на убывающем лунном цикле с лунного затмения закончится солнечным затмением солнечное затмение это осеннее равноденствие очень знаковая так красиво такая интересная цифра для дев этот период времени сложится скажу так максимально максимально этот коридор затмений прочувствую девы 2 декады девы первой декады бы я бы так сказала здесь будет момент для вас гораздо такой легкий не такой сложный поэтому у вас не будет особо таких каких-то событий которые будут вас отягощать напрягать это ли не праздники я бы так сказала да девы 2 декады максимально прочувствуют этот период ну по крайней мере вот у меня открыто 7 сентября когда начинается вся эта история и к 21 складывается эта история гораздо гораздо интереснее да то есть начало коридора затмения очень сильно прочувствуют девы 2 декады то есть начнет с самого начала сентября вот эта мощная энергия заходить коридору концу коридора затмения девы 3 декады почувствуют что так что-то пришло и мы меняемся ребят не просто так ваши дни рождения столько событий на небе разворот развороты планет плюсом коридор затмений именно прямо в период темы он начинается и заканчивается да ребят большие я бы так сказала мощные осознанные осмысленно здесь еще и кармические узлы будут давать там я бы сказала девам 2 декады очень много осознания но при этом в этот момент все-таки юпитер будет на вашей стороне будет сила мощь активность действий и я бы сказала я бы сказала что здесь необходимо в этот коридор затмений построить себе ну вот я бы сказала что осень 25 начиная с сентября для дев это будет такой момент большого наведения порядка своей жизни которая начнется именно в сентябре и здесь нужно эту историю понимать не просто потому что год еще и кармичный да здесь история того что нужно пройти очень много в голове своей поменять историй отношению к определенным событиям для того чтобы пойти дальше отношению к своей работе к своей профессии к глобальному пониманию миру ощущению к этому миру это как вы хотите идти в будущее развиваться потому что коридор затмений это всегда про глобальные события про развитие коридор затмений всегда очень сильно влияют на государство и на события естественно обычных людей но все эти истории событий начинают развиваться после коридора затмений как правило поэтому ребята скажу так что наверно наверно проще всего в каком-то таком глобальном плане будет девам первой декады но у дев первой декады здесь будет история она связана знаете с ураном с отношениями вот то что не дотянули летом до в июле и в августе да вот отношения вот эта история здесь на момент окончания коридора затмений венера будет входить в знак деву и она будет в квадратуре с ураном это история того что казалось бы вот сделать вот это в июле в августе в голове свое осознать смысл и понять и и в сентябре вот чтобы не было этой истории но захочется экстраординарного нечто нового как в отношениях так и в жизни будет казаться что я недостаточно зарабатываю потому что коридор затмений он всегда несет в себе смыслы и именно эти смыслы заключается в том что мы должны сами к этому прийти как у нас есть в жизни на самом деле то есть здесь история того что захочется винить свою вторую половинку это девы первой декады в своем социальном статусе положении финансовой состоятельности на данный момент да вот дев первой декады вот эта история будет тормошить до дев второй декады до будет тормошить история связанная как раз таки с работой статусом профессионализмом и как быстро это сделать в короткий срок достичь к этому прийти что нового еще нужно освоить чего я не знаю чего я не понимаю и я бы так сказала что вот здесь сентябрь начнется для всех дев для всех дев это такой очень глубокий месяц ну еще конечно же большая стыковка с днями рождениями потому что всегда в районе дня рождения у нас глобальное сознание мы всегда подводим черту составляем план начинаем завершать старое начинать новое и это нормально так и нужно делать каждый раз но этот коридор затмений будет реально вот он другим для дев третьей декады будет снова ощущение того что я вернулся как будто в прошлое внизу снова нужно по старинке поработать потрудиться вот где-то сделать больше и это на самом-то деле так чем больше вы сделаете тем легче проще будет потом поэтому скажу что сентябрь это такой месяц который очень сильно остановит но он должен в голове соединить мысли здесь не лопатой идти кидать здесь именно в голове понять что чего не позволяли себе раньше понять осознать и от этого начать делать потому что следом потом следом потом скажу что у нас и октябрь и ноябрь и декабрь будут месяцами которые будут ну просто прямо вот вал но для этого для этого вы сможете нужно дойти для то и поэтому для того чтобы в октябре в том же октябре до когда у нас тут уже и марс поменяет знак с весов таких вот которые все вот примеряют перешел в скорпион и начал вот это вот движение которое на самом-то деле на максималках с отдачей с максимальными результатами да то есть еще здесь и могу очень много страхов то будем проходить до в октябре и в ноябре и эта история я скажу про то что ее нужно в голове сначала понять так вот сентябрь это не хороших неплохих событий в жизни то есть нужно относиться что все события которые заставляют нас принимать решение а мы люди существа которые не очень любим принимать решение нам вот хорошо как раньше было мы же к этому привыкли а девы это вообще стабильный знак который любит стабильность и не любит по-новому здесь вот эта история очень сильно будет прослеживаться а здесь прям будет заставлять делать по-новому потому что по-старому будет просто не получаться будет конечно же внутреннее осознание что как будто нас загоняют в депрессию под каблук обстоятельства прогибают но нет ребят здесь нужно выйти своей голове вот это ощущение того что наоборот все случается для того чтобы поднять вас и для дев вот этот сентябрь будет очень важно с точки зрения подняться я очень сильно хочу и желаю вам чтобы у вас именно так и случилось потому что по аспектам должно получиться хорошо здесь и удача юпитера и продуктивный марс входящие потом в скорпиона осенью даст очень большую и финансовую физическую отдачу до на для дев скажу что и плутон для дев третьей декады когда даже будет казаться что очень сложно здесь даже плутон ретроградный который максимально подкатился к озерогу да будет все таки давать вот эту вот мощь действий нарабатывать вот этот масштаб поэтому еще раз скажу что сентябрь это не месяц вот гулянок я бы так сказал а месяц таких больших философских смыслов и действий именно действий нацеленных на будущее потому что развертка сентября и на что вы именно каждая дева достойны их но претендуете в этой жизни как раз таки да как раз таки у вас будет возможность получить все то что вы хотите но нужно к этому будет уже быть готовыми внутри морально и тогда у нас октябрь октябрь вообще прекрасный месяц мне очень сильно нравится и надев он повлияет прекрасно потому что что у нас в октябре у нас 13 октября заканчивает свое ретроградное движение плутон он останавливается во второй неделе октября разворачивается при этом делает шикарный трин к девам третьей декады ребят поэтому здесь несмотря на то что сатурн и нептун уже близко подкатился он будет отягощать вот и вот эту вот эмоциональную составляющую плутон будет горит ребята все нормально мы справимся главное налегать на действие максимально классно делать в бизнесе в работе брать новые планки да надо потрудиться до убрать лень до действовать по плану да возможно этот план нужно будет корректировать но я не скажу что это плохо здесь и уранта на самом-то деле уже тоже в ретроградном движении он подкатывается тоже и девам третьей декады как бы говорит ребята делаем на максималках поэтому я не скажу что у вас будут какие-то сложности но сложности этого периода вообще в принципе осени да и октября и ноября заключается в том что очень много событий именно с планетами связаны с перемещением и когда очень много событий это очень много энергии и порой сложно с этой энергией справиться девы это стабильный знак который любит что все было четко приземленно по плану и не так быстро медленно а здесь будет быстро поэтому дорогие девы здесь и нужно как раз таки начать ускоряться концу года для того чтобы понимать собственно поэтому я и записываете гороскопу пораньше для того чтобы у вас было время подготовиться для того чтобы как к самому 2025 году подойти активно с действием если вы чувствуете что вам как-то сложно начните внедрять спорт в жизнь до любой совершенно спорт от шахмата для того чтобы структурировать свою мозговую деятельность уметь планировать расставлять пешки в партии я бы так сказала да да не знаю планки до йоги растяжки просто чтобы ваше тело было в тонусе и если вам иногда интеллектом эмоциональным сложно переживать события чтобы это не уходило в тело и тело ваше тоже работала дату и чтобы тело вам помогало именно физически перерабатывать вот эти события которые будут случаться событий будет много я считаю это хорошо для того чтобы тем более если вы очень много долго хотели изменить свою жизнь нацелить ее настроить на лучшее это прекрасное время но здесь необходимо как вот в теннисе быть постоянно на чеку и уметь ракеткой нужны как бы я бы так сказала да подкинуть мяч идем дальше вторая неделя октября у нас разворачивается ретроградный плутон 22 октября у нас нептун входит ретроградный он еще ретроградный нептун он входит обратно в рыб поэтому здесь история того что в октябре хоть и будет штормить опять вот это типа депрессивное состояние захочется залениться заход захочется сказать как мне сложно как я устал да потому что здесь и сатурн и нептун уже в рыбах и делают оппозицию к девам здесь захочется конечно сказать так но юпитер уран и плутон в шикарных просто аспектов говорят и девам и третьей и второй декады ребят работаем максимально мощно делаем все красиво для того чтобы случалось хорошо девы первой декады скажу ребят что у вас все гораздо попроще и у вас нет таких очень сильных мощных сложных движниковых осознаний как например у дев 2 и 3 декады у вас эта история вы пока находитесь таком буферном я бы так сказала состоянии здесь только по показаниям личным картам по сетке домов да потому что без времени рождения я не могу сказать как на вашу сферу повлияют эти события сейчас я сейчас просто по планетам ваших натальных картах говорю да и здесь история того что девы первой декады в эту осень немножко отдохнуть немножко да но при этом у вас задача гораздо простая на сентябрь октябрь ноябрь и уж декабрь в том числе здесь история разобраться в своих страхах почему вы не идете туда куда потому что вам эта история пригодится 2026 ребята и это да и здесь нужно быть к ней готовыми чем ну то есть если вы дадите себе сейчас это время разобраться да здесь максимально делать нужно то что есть у вас сейчас max максимальная отдачей и тогда события которые придут когда у вас будут такие же я бы так сказала вечеринки событий вы уже будете просто в этом понимать но здесь нужно разобраться лилит идет по скорпиону и помогает все таки беру девам первой декады гармонично хорошо на приятных таких лайтовых эмоциях пройти переработать все свои страхи чего вы боитесь связаны с работой с финансами деньгами со своей реализации боитесь реализоваться или же наоборот потерять весь круг своих близких друзей знакомых и общения если вы кем-то станете потому что девы я вам еще расскажу это такой классный очень мощный знак зодиака который родился с определенным талантом или даже талантами у всех по-разному да и эти таланты в течение жизни нужно реализовать эти таланты переданы вам от рода и вам нужно максимально реализоваться по всем сферам этой жизни задача сложная задача непростая задача не может быть простой при этом коэффициент интеллекта у вас достаточно высокий очень высокий один из высоких будут на у знаков зодиака но его тоже до него тоже нужно дойти это бывает очень сложными говорят у моего ребенка девы посредственный ум игры нет его нужно просто развивать то есть всегда так все таланты которые у нас есть их нужно развивать но нам так лень и 2025 как раз таки для того чтобы не лениться поэтому развивайте максимально свои таланты осенью 2025 девы первой декады девы 2 3 декады у вас фейерверки событий активности действия профессиональная реализация но это надо делать она сама не придет то есть если я вам говорю что у вас классное для это время но вы ничего не делаете то время просто пройдет все пройдут транзиты и потом в другое время у вас просто не будет этого желания но просто сидеть и ждать что вот это само придет так не так не бывает так прогнозы не работают идем дальше ноябрь 2025 здесь у нас вообще здесь у нас 8 ноября уран возвращается тельца и уже активно активно поднимает и дев 3 декады у нас 11 011 11 ноября в красивую дату уходит в ретроградное движение юпитер при этом при этом шикарный оставляя аспект для дев 3 декады ребята делаем активно реализовываемся и будет счастье будет хорошо здесь удача связана с профессиональной деятельностью с обучением подготовка переподготовка и знания путешествия поездки расширение своего потенциала связи отличное для этого время ну и конечно же с 10 ноября и по конец ноября у нас ретроградный меркурий ретроградный меркурий стрельце начнется в стрельце закончится ретроградный меркурий в скорпионе скажу так ретроградный меркурий для дев не очень приятное начало будет но вот когда закончится последняя неделя ноября будет хорошо будет хорошо при этом здесь конечно же у нас еще в конце ноября прям с ретро меркам у нас останавливается и разворачивается сатурн заканчивается его ретроградное движение и здесь конечно же работа деньги профессионализм ребята работаем делаем профессионально развиваемся все благая фишки чувство что у меня получилось или чувство что все на кону это ощущение будет у дев 3 декады но у меня по аспектам что должно сложиться хорошо если вы будете трудиться если вы будете над этой историей работать вы благоприятно пройдете все страхи 2025 года конечно осознание еще будут в декабре но я бы так сказала ноябрь это апогей вообще в принципе для дев в 2025 мы не только принципе для дев но надев 3 декады очень хорошие аспекты для того чтобы пережить все трудности сложности есть и гармоничные есть напряженные аспекты которые будут заставлять работать трудиться продвигаться и разбираться своих страхов то есть события в работе будут где-то из колеи выбивать где-то будет хорошо из дев и здесь девы я вот так сказала первые декады скажу так почему меня штормит и колбасит поэтому потому что ребята нужно было вот этот вот период до конца ноября пройти очень сильно даже хорошо чтобы вот уран не напрягал да поэтому здесь если вот вы не дотянули эту историю то здесь уран может начать разрушать это девы первые декады все старое все то что в работе в профессионализме не дает своих плодов не дает тех финансов которые бы вас удовлетворяли не дает то качество работы тот масштаб в том числе девы 2 декады максимально проходят кармические уроки задачи и вопросики все что связано с любовными отношениями до пришла ваша пора и история то есть у вас и коридор не коридор затмения ретрограда меркурий закончится как раз таки на любовных отношений на выяснение своих страхов возможности и желания что вы хотите от партнера и от себя в этом партнерстве да это касается и бизнеса это касается и личной жизни и ребят здесь не пылите старайтесь быть дипломатами и подходить очень тонко к делу потому что ваши действия или бездействия вот здесь могут на самом-то деле злую шутку сыграть и в ноябре и декабре потому что здесь вот марс не делает квадратуру да к вашему солнышку и здесь краски кармические узлы то есть для того чтобы максимально это девы 2 декады пережить качественно ноябрь и декабрь нужно вот прям себе цель по жизни сделать вот нарисовать вот прям реально понять чего вы хотите ее не просто понять ее себе нарисовать написать озвучить вот понять что это реально то куда вы идете не постесняться честно себе максимально честно сказать потому что этот период будет сложно прожить людям у кого нет цели в жизни если вы понимаете что ну как говорится если есть ради чего страдать тогда я понимаю когда это начнется когда это закончится сколько мне нужно сделать для того чтобы этот период максимально качественно пройти так вот максимально классно с выгодой для себя пройдут те девы 2 декады у кого будет цель в жизни план и вы будете к этому плану стремиться люди без плана просто вот так болтающиеся буду думать боже мой чё вообще такого происходит это вообще что случилось поэтому здесь вот такая история постарайтесь дело 2 декады в этот момент и ноябрь декабрь не разрушать свою личную жизнь будет максимально много претензий ко всему миру к партнеру естественно самые понимающие люди будут страдать боль больше всего поэтому здесь конечно же вот эту историю четко прям таки понимаете где вы 3 декады будете трудиться пройдете все свои трудности подниметесь на ступеньку социальной иерархии выше поймете чего вы достойно достойны взглянете страхом в глаза поднимитесь на новый уровень в работе в профессионализме игра стоит свеч я так считаю не все думают не все думают также но я считаю что для дев 2025 год будет очень 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 важным годом и здесь история ребят знаете что декабрь 2025 будет такой эмоционально можно сказать сложный до эмоционально какой-то нестабильный он будет нестабильный если вы будете подводить итоги года оглядываясь на других вот у нас еще 10 декабря заканчивать свое ретроградное движение нептун он остановится остановится последний раз в рыбах и вот уже в феврале 25 все уже обратно вовна уйдет и больше никогда не будет оказывать такого мощного влияния на дев да ну по крайней мере ближайшие два десятка лет чуть меньше и здесь история того что ребят скажу что декабрь 2025 стоит подводить вот эти самые итоги основываясь не на чужих жизнях она своих то есть каким бы человеком были до 2025 и после ну то есть по окончанию 2025 и эта история очень достаточно глобальная для дев третьей декады знаю что очень много в этом гороскопе говорил про дев третьей декады но на самом деле очень много вам уделяю внимание потому что для вас именно год я хочу чтобы вы меня правильно поняли я не хочу чтобы спрятались в раковину услышали слово сложные сказали все мне не хочу портить себе настроение но год на самом деле придет транзит и случаться и потом напишите почему я не послушал почему я эти события не изменил заранее почему я не вложился эмоционально до для того чтобы как-то скомпенсировать негативные моменты ну потому что когда мы компенсируем мы делаем например лечим зуб до того как он начинает разваливаться он не разваливается уже это прекрасно понимаете причина следственной связи поэтому вот такая история точно также с прогнозами с транзитами и тому подобное то есть очень глобальная история будет для дев третьей декады для дев второй декады 2025 закончится с большими мощными такими осознаниями с проходом очень классных кармических уроков и это очень важно и в работе и в личной жизни поэтому здесь взвешивайте все что вы говорите делаете все принятые решения взвешенные ли это решение или нет для дев первой декады не очень трансформационный год вы к этому только придете чуточку позже но скажу ребят что и дев первой декады тоже нормально поштормит на фоне конечно дев третьей декады нет но девы третьей декады и двадцать четвертый год я бы так сказала уже напрягаются да особенно эти девы которые на стыке с весами до родились и здесь история того что нужно просто понимать каждому по силе не здесь не потому что как хорошо что ради родился в той или иной декаде ну бесспорно это хорошо мы специально каждый родились в тот или иной момент времени но каждому дается по силе и все те трудности которые будут у вас в 2025 году они не для того чтобы опустить вниз они для того чтобы понять свою силу воли мотивацию активность и куда вы идете то есть выстроить как раз таки ту модель видения своей жизни и книги вот для этого собственно и есть 2025 год здесь будет очень много возможностей для реализации для поднятия социальном статусе финансовом плане сто процентов дорогие девы и выстроить качественные любовные отношения и при этом не уйти с заморочками по здоровью не испортить себе физическое состояние но для этого нужно еще над своим телом позаботиться здесь естественно массажи здесь естественно спорт здесь естественно физическую выносливость я бы все-таки рекомендовала как минимум как минимум во второй половине года внедрить потому что здесь очень много накопленных эмоций было бы классно если бы они выходили вот такой будет ваш гороскоп на 2025 год дорогие девы задавайте вопросы если они у вас остались при этом обязательно указывайте дату время место рождения ваш вопрос чтобы именно в вашу натальную карту ответила да потому что общий гороскоп я уже рассказала я надеюсь у вас все сложится хорошо все рекомендации вы начнете выполнять и делать заранее для того чтобы все минусовые моменты превратить в плюсы собственно поэтому я записываю это видео и пораньше ребят спасибо что были здесь что досмотрели это долгое видео до конца я желаю вам продуктивного активного но и финансово прибыльного года в том числе и конечно же увидимся с вами в следующем ролике пока пока